Здесь большой диван, это родительский. Потом макровод, депо, ширма, стол посередине. Все так, конечно, здесь шкафчик еще. Знаете, вот здесь вот висел у нас репродуктор, механизм в середине. Хрипел чудовищно. Пап, он музыкальный человек. И вот он там всегда стоял и все время крутил вот это вот, потому что там не слышно ничего. Дочка бывшего военнопленного нацистского лагеря смерти в Польше Ираида Левина со слезами на глазах рассказывает об отце. После войны герой Собибора вместе с семьей жил в коммуналке. Общая кухня на 9 комнат топили дровами. Ираида говорит, отец никогда не вспоминал о жутких временах, проведенных в концлагере. Каждая ночь уже в Куйбышеве для него была кошмаром. Мы порой просыпались от страшных криков. Это война, лагерь. Вот он ночью проявлялся, вот, когда он не мог контролировать себя. Жить стало чуточку легче, когда его нашел руководитель восстания лагеря смерти Собибор Александр Печерский. Они переписывались, приезжали друг к другу в гости и вспоминали тот побег. На момент восстания конкретно Ефиму Литвиновскому было поручено, чтобы он в момент восстания перерезал колючую проволоку, готовив побег большой массы людей именно вот через заграждение. Фонд Печерского и военно-историческое общество ведут активную работу по увековечению памяти узников Собибора. Их именами называют улицы, поезда, самолеты, открываются мемориалы. В Самаре, на фасаде дома, где жил один из подпольщиков нацистского концлагеря, открыли памятную табличку. Это в хорошем смысле слова повод для гордости. Я уверен, что люди, которые будут проходить мимо, которые будут узнавать о том, что здесь столько лет жил герой Собибора, они тоже будут проникаться этим чувством гордости за нашу землю, чувством сопричастности к тому, что они тоже самарцы. О подвиге узников Собибора написано много книг, сняты документальные и художественные фильмы. Ведь это единственный случай в истории фашистских концлагерей, когда из плена сбежали все заключенные. Это порядка 600 человек. Уже через три дня после побега руководство Германии приказало сравнять Собибор с землей. Разрушенный лагерь смерти увидели беглецы, когда заблудились в окрестных лесах, разыскивая дорогу к линии фронта. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.